В Наринмаре в эти дни особый ажиотаж на цветы и виновницы этому, конечно, женщинам. В преддверии праздника мои коллеги побывали в тепличном кабинете «Солнышко» и выяснили, кому в эти дни требуется больше внимания – цветам или женщинам. Цветы в эти дни уж точно не обделены вниманием. День и ночь они находятся под строгим контролем сотрудников комбината. В теплицах соблюдается особый световой и тепловой режим. Срок высадки луковиц был рассчитан таким образом, чтобы в преддверии праздника вся эта поляна превратилась в цветущий лук. В своей известной песне Наташа Королева спела «Желтые тюльпаны – вестники разлуки». Кстати, в тепличном комбинате «Солнышко» остался всего лишь один цветок. Оказывается, у Наринмарцев они пользуются огромным спросом и имеют совсем другое значение. Сколько цветов сотрудники комбината посадили в этом году, нам не сказали. Все-таки коммерческая тайна. Известно только, что желтых из всех посаженных 30%. В этом сезоне солнечные цветы особенно популярны. Желтый цветок пользуется сейчас популярностью. Раньше, значит, открещивались мужчины, только желтым не давайте поймет неправильно, так, которые давят эти цветы. А на сегодня предпочитают, чтобы побольше было в букете желтых цветов. Потому что мы объясняем, что желтый цвет – цвет солнца, цвет богатства. Все эти великолепные цветы – иностранцы с голландскими корнями и наринмарскими стебельками. Красоту они унаследовали от предков, а стойкость зависит от ухода. Чтобы растение дольше радовало хозяйку, необходимо ежедневно менять воду и подрезать стебелек. Тогда цветок может простоять до двух недель. А те, кто по каким-либо причинам не успел купить самые популярные цветы, не расстраивайтесь. В тепличном комбинате есть цветущие комнатные растения – герань, бегония, бальзамин. А они-то уж точно будут радовать круглый год.